Валерий 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 Это ты читаешься к ним. Да, подождите. Смотри, какой щедрый мужчина. И с цветами, и с подарками. Да, с подарками, конечно, он оригинально выступил. Курочки такие все смешные, и главное, подходит всем ведущим. Валерий, вы верите в гороскопы? Вы знаете, не насколько я их верю, я их и не читаю, но считаю, что люди по знаком все-таки схожи. Вот чем конкретно вам овен, жена, не угодила? С овном мы не можем найти общий язык. Ну, давайте говорить, что у меня овна была в жизни три. Результат одинаковый. Думаю, ну четвертый раз уже куда по лысой башке бить? Скажите мне, пожалуйста, и у меня овнов три. Сын, дочь и Василиса. Да. И мы все ничего, правда? Да, мы до внешности существуем. А я вот думала, что я не суеверная, а оказывается суеверная. Вот как пошла на, как стать миллионером-то, это сколько, кажется, оберегать у меня дом-то, то где и начинается склевание совсем. Ну хорошо, расскажите, вы женились, родили двоих детей, счастливы были, присчастливы, да? Да, счастливы были, присчастливы. И вот однажды вы поехали отдыхать? Да, то есть я увидел, как моя жена загорает на пляже. Топлес. Топлес. В неглиже. А она себе сиси сделала после двоих детей? Нет. Ну тогда чего, господи, боже мой, тогда что, к чему было это? Господи, боже мой, ну потому что это моя женщина, ходят там чужие мужчины. А чужие мужчины на два раза рожавшую, кормившую, не сделавшую, они так не ведутся. Ларес, я не хочу, чтобы видели сиси моей жены. Хорошо, а я вот загорала при мужа, кстати, он тоже так сидел и смотрел на нее, глядя. А ты знаешь, что это вредно? Да знаю, я была дура. Людей много вокруг было? Да, в Израиле. Но мне было 30 с чем-то там лет. Вообще, это, Ларес, согласись, что это может внести раздор в семейные отношения. Об этом надо договариваться, конечно, да. Мне кажется, что да. Ну вообще, по поводу груди, конечно, жене нужно было спросить, да, его вообще. Ему как бы, это не только ей принадлежит, но как бы это общее достояние, поэтому. Ну я раз с тобой полностью солидарна, да, я бы все-таки тоже не стала, будучи, находясь в браке, лежать вот так вот. Вы сделали замечание в такой форме, как ей показалось, грубой. В нормальной форме. А она что? Не нравится? Ну смотри. Ага, и в номер убежала, да? Или в песок зарылась? Что, Овин уйдет в номер? Нет, да? Конечно, нет. Осталось сидеть на месте и лежать на месте. А вы? Я искупался и ушел в номер. А, да? Сказал, ну, если тебе нравится показывать все, что мое, то, что вижу я, это как бы достояние мужчины, все равно. Это что, Роза, скорее татарин говорит сейчас вот в нашем Валерике? Нет, это вообще, это приличие, говорит. Да. Ну я-то неприличная здесь. Спасибо, Роза. Слушайте, ну, и потом помирились, наверное, когда с вечериной тоже? Да, конечно, помирились. Мы же адекватные люди, у нас дети и все такое. Но она уехала? Да, она уехала одна. Мы уехали отдельно, она с мамой уехала. А мама ей не говорила, прикройся, дочка, а то болезни какие-нибудь плохие. А мама такая сказала, что я очень люблю мужчин, и пусть все смотрят на меня и на мою дочь. А, и мама тоже. Да, и мама показала свое. Это потом все стало открываться и открываться, да. Покосанное тело, нет? Мама тоже? Я ее покосанное тело не видел. Ну, с овнами не везло, но наш овен. Это другая, да, получается, да. Особенный. Шампунем «Лошадиная сила» наши участницы точно обретут участие в личной жизни, потому что роскошные волосы – это самое главное оружие женщины в борьбе за сердце мужчины. А окончательно вас что развело? Окончательно нас все-таки развело, что, может быть, это звучит банально, но оно на самом деле, что когда дети постоянно видят скандалы, ссоры, это нехорошо, Лариса. Без всяких шуток. Лариса, вы с ней полюбовно разошлись, квартиру ей оставили, дорогую машину, миллион рублей. Все, что она мне сказала, написала, причем письменно. Оставь мне это, это, это. Лариса, а у нее появился уже мужчина, которому нравилось, что она загорает топливость? Именно там? Не знаю. Не там, а вот сейчас, она же уже не одна? Сейчас она опять одна. В прежутке она снова к вам просилась, говорил, возьми меня, Валера, обратно. Да. Что вы, как дураки, как дети, да? И письма писала. А вы что? И хочешь, говорит, я на колени встану. Я говорю, не надо, зачем? Разговаривай. И подарила мне цветы на день рождения. Интересно, а с кем это он пришел-то? Да. Секретарша такая красивая семья. Он так курочек подарил, но он пришел с курочкой. Кто это? А, Валерочка. Да. А вот я барышня, которая рядом с вами сидит. Вы знакомы, мое лицо? Откуда я вас знаю? Вы были у нас? Нет. А вы кто? Румянница. Хорошенькая какая, да, Рус? Вы замужем? Нет еще. О-о-о, а приходите к нам. Так она уже у вас? Нет, а вы приходите невестой. Нет, не имеет смысла, уже в отношениях. А вы же даже депутатом работали. У вас, я вам, послужной список. Помощником. А, прям кем только не работали. И, да, помощником. Наверное, что вы скопили что-нибудь-то? Денежек-то? Ну, я не знаю, недвижимость, может, какой-то, а невесту приведете-то? В дом. А зачем вот вам сейчас жениться, скажите? Я всегда хотел жениться, я никогда не хотел. Хотите прожить в семье? Всегда хотел этого. Новых детей хотите? Да. А сколько вашим сейчас? Ну, сын у меня служит в элитных войсках через дорогу от моего дома. Большенькие уже. В Москве и здесь. 23, да? Да, 23. А дочки? Дочки и сын, у нее трое детей. Дочки у меня висят на доске почета в школе. Сколько им лет? 9 и 7. В Краснодаре живут. Я знаю, что вы с женой в очень хороших отношениях сейчас. Сейчас мы как брат и сестра. Мы ссорились очень сильно. Знаете, как это обычно? Мотивация детьми и прочее. И многие мужчины говорят, что она мне не дает детей. Да ерунда это все. А алименты большие платите? Заправляешь машину, едешь в Краснодар, разговариваешь с женой, решаешь все вопросы. Знаешь, он не боится просто ответственности, поэтому он говорит, хочу еще, следующее. Хочу с другой. Хочу решить возможности. Тогда, конечно, можно идти и все планировать. Ну, вы немножечко помладше меня. Вот тут недавно вычитала, оказывается, самые красивые женщины – это вот блондинки. А самые страстные – вот они вот брюнетки. А самые верные – это седые, мои хорошие. Логично. Логично. Поэтому, чтобы мы сейчас не говорили, все равно он будет молодую искать, понимаешь? Ну, что с ним делать-то? Ну, что со мной делать-то? Все равно будет искать молодую блондинку, да? Или брюнетку. Седушь точно не будет. Ну, в общем, девочки, конечно, в очередной раз убеждаемся, что в жизни нет справедливости. Если бы сейчас сидела перед нашим Валерием лысая женщина с тремя детьми, 45 лет, он бы сказал, вы что, обалдели, что я на вас суд на вашу программу подам. А так мы будем искать сейчас красивую, молодую. И не овна. И не овна. А почему не овна? Да ладно, пусть будет овен. Фух, хорошо, что мы не овны. У нас шансы есть завоевать сердце Валерия. Вам нужна женщина, неважно, будет она овном, львом или стрельцом, нужна женщина огневая. Не обязательно огненная по знаку зодиака, но в ней должно быть очень много энергичности. Прямо в точку. Валерий из Благовещенской Амурской области. Была. Это удивительная просто зона, где люди сильные, сексуальные, где вообще все располагает к тому, чтобы этой энергией обменивать. Все при все? Вообще все при все. Поэтому я считаю, что вам нужна женщина именно такая, очень страстная, прежде всего. Да и если вы вообще действительно такой богатый опыт общения с овнами имеете, я думаю, что вы уже на женщину спокойную не взглянете никогда в жизни. На самом деле, девочки, тогда это, возможно, судьба. Мы-то огненные. И так, и иначе. И по городу. И так уж тем более. На 2017 год я подготовила специальный прогноз. Это астрологическая камасутра. По всем знакам зодиака мы не сможем, конечно, пройтись, но только по основным взаимодействиям этого года. Итак, начнем, конечно, со знака овен. Овен — это неутомимый борец, который в новом году за новую идею будет готов забодать всех и каждого. Он будет в самом начале года и в сентябре требовать максимального внимания от представителей знака весов. Ну а дорогие весы, находясь под действием Юпитера, станут весьма и весьма дорогими. Ведь для поддержания имиджа без материальных инвестиций не обойтись. Но откуда деньги у пылкого борца за правду? Козерог выступит в роли деспота для друзей и врагов, пытаясь настоять на своем любой ценой и любыми методами. Не хочешь — научит, не можешь — заставит. Ну а стрелец в ближайший год — стрелец. Будет свою пылкую натуру и красные плавки прятать под образом серьезного человека. Вообще, это сейчас самый полезный знак зодиака. Это знак, который успокоит весы, урезонит Козерога, но и поддержит брата Овна. Ну и, наконец, центром расслабления для всех зодиакальных жителей будут представители зодиакального знака рыб. Вот кто вряд ли сделает что-то конкретное, но зато будет делать приятное всем и готов окутать близких туманом романтизма, неопределенности и утонченной нежности. Ну рыбы, на самом деле, да, молчаливые, но такие решительные. Они тихие, но в тихом уме, типа, вернее, такие черки вводят. Знакомьтесь с первой невестой. Удачи! Привет! Меня зовут Валерия. Надеюсь, что этот Новый год мы встретим вместе. Здравствуйте, Валерия. Спасибо. Валерия. 26 лет. По образованию медсестра. Работает администратором в салоне красоты. Ведет активный образ жизни и следит за модой. Гордится тем, что бросила курить и похудела на 15 килограммов. Мечтает уехать туда, где нет зимы. Возлюбленный подарил Валерии новогоднюю турпутевку на двоих, в Египет. А в день вылета преподнес ей еще один сюрприз. Надеется, что Валерий не испортит ей праздник. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Такое совпадение, правда. Валерий, Валерия. И Овен. Овен? Овен? Да. И какого апреля день рождения? 12-го. А у меня 12-го января. Слушай, хорошенькая, да? Такая миленькая. Девочки, Овен. Огонь. Вот, огонь, да. Скажите, что за сюрприз вам преподнес в новогоднюю ночь ваш возлюбленный? А, ну, там была такая ситуация. За два дня до Нового года он говорит, милый, у меня есть для тебя сюрприз. Я говорю, ну, давай дождемся новогодней ночи и подаем друг другу подарки, сюрпризы. Говорю, у меня тоже есть для тебя подарок. Он говорит, нет, мне надо сейчас это сделать. Я говорю, хорошо, давай. Он вытаскивает из кармана конверт, и там я открываю, там путевки на Новый год на море. Так как я ни разу не ездила с молодыми людьми на море, хотелось это все семейно как-то. Я думала, это тепло, уютно. Ну, хорошо, вместе поехать. И я открою, я счастливая. Я говорю, спасибо, дорогой, все. Я так счастлива, что мы поедем вместе. Значит, остаются два дня до Нового года. Я говорю, ну, он говорит... А вы вместе не живете, судя по всему. Нет, мы вместе не жили. Мы просто общались, встречались, проводили время. Он жил недалеко от меня. И он говорит, два дня до Нового года. Он мне говорит, мы встречаемся в аэропорту. Он говорит, у меня есть незаконченные дела, я доделаю. И потом мы встретимся с тобой в аэропорту. И вот вы приезжаете в аэропорт, его нет, к стойке регистрации его нет. Да, я подхожу и понимаю, что я уже переживаю. Он трубку не берет, вообще не снимает. И я думаю, ну, наверное, едет человек, может, не слышит еще что-то. Но у меня уже переживание, вдруг что-то произошло. А позвонить, подстраховаться родителям, общим друзьям. А вдруг куда-нибудь попал перед Новым годом же и пробки, и чего только нет. Да, я звоню, но друзьям мне не стало звонить. Я знала, что он, уверена была, что он приедет, куда он может деться. Вот вы уже регистрацию прошли, уже идете к самолету. Уже зашли в самолет, а его все нет и нет. Да, и здесь я понимаю, что уже он точно не приедет, потому что мы уже взлетаем практически. И я не понимаю, что мне делать в такой ситуации. Либо выходить из самолета, либо лететь. А как, вы взлетаете? Куда же выходить? Я уже почти взлетела. Я просто не знала, как мне либо выходить. И никому не подстраховались, не позвонили, да? Нет, я не позвонила, как бы, ну, с родителями всего я не общалась. Скажите, а с легким сердцем взлетали? Да, с легким сердцем. Ну, как бы, нет, потом меня уже отпустило. Я понимала, что Новый год, у меня праздник. Ну, даже если умер, все равно, пусть Новый год только будет воронить. Да? Ну, даже если в больнице, ну, лучше ему там всякое помощь. А чем я ему могу, собственно, помочь-то? Нет, конечно, я переживала. Я вообще человек, который постоянно переживает. Я не знаю, как я бы себя повела, если бы мой мужчина не приехал в аэропорт. Да, сложно представить себя. Но это мне. Наверное, я бы полетела и сказала, меняй билет и прилетай ко мне, я тебя здесь жду. Вот вы прилетаете в Египет. Я прилетаю. А там солнце, а там моречко, мужиков и все в плавках ходят, такие все подмигивают. Как стрелец. Ага. Да, я прилетаю туда и понимаю, что я одна там, потому что все в основном по парам, все семейные, как бы это новогодний праздник. И, значит, наступает 31 декабря, нас рассаживают за столом. Мы садимся, я понимаю, что я вообще одна. И вдруг смотрите, а там за столиком одни мужики. И все языками цокуют, и вам типа, иди, иди, иди к нам. Да, я смотрела, обратила внимание, как бы на молодого человека, мне пригляделся один молодой человек. Он говорит, садитесь к нам за стол, мы садимся, Новый год, кушаем, пьем шампанское, знакомимся, общаемся. Ну, просто начинаем проводить время на следующий день. Так же, у меня было 5 дней. А дозвонились до своего? Нет, я писала уже сообщение, уже звонила. Не отвечал? Нет. Потом по приезду в Москву я уже понимаю, что я приезжаю, ему звоню, говорю, он берет трубку. И здесь я понимаю, что он выпивший. Выпивший. И я говорю, ты понимаешь, что ты не приехала? Я уехала. Он спрашивает, как дела? Как, что? Вообще, человеку просто не интересно. Говорит, а я не виноват, я в запое. Да. И пока свои 14 дней не отопью, на бой вообще не выйдут. Он не планировал пить, ведь если он купил на двоих путевке, то он же хотел с вами ехать. Он планировал в тот момент репет. Он планировал пить в Египте, блин, на халяву там. Все включено. А может быть, это над страданием, что он застрял в пробке, она без него улетела, и он впал в запое. Нет, было много ситуаций. На самом деле, было пару раз, что от него он выпивал и пахло от него алкоголем. Но я думаю, это после работы он приехал. Ну, бывает, да, как бы там... Слушай, послушайте, Валерий, ты вы тут, ну, не заливайте. Вы медработник, в конце концов. Такие элементарные вещи вы должны знать. В общем, вы не стали особо переживать, расстраиваться. Да, и я поняла, что это не мой человек, и я приехала, и, конечно, мы расстанем. И вот вы хотите сказать нам, трем ушлым тетям, которые девятый год здесь сидят и все про всех все знают, что у вас прямо в 26 лет один единственный был такой казусный, как говорится, случай, да? Нет, у меня были молодые люди, почему я общалась просто... Не вы так, что у вас трое детей на самом деле, вы пять раз разведенцы. Нет, нет, ну, мне кажется, красное платье однозначно привлекло внимание, да, нашего жениха? Нет, потому что я срисован, да, в ней. Валерочка, вы мечтаете жить там, где нет зимы? Да. А на чьи деньги и как вы там проживаете будете? А там не нужно денег, она сорвала банан себе, листиком прикрылась, и спит где-нибудь на раскаленном асфальте. Банановые деревья тоже там принадлежат конкретно. Это вы тоже очень активная девочка. Туда хотите, где бананы, что ли? Нет, я хочу просто, где нет зимы. Я не люблю холод, потому что... Где, где? Египет, где? Нет, я бы хотела в Испанию ехать. А если вам здесь мужчина ваш такую устроит тёплую жизнь, я бы сказала, горячую... Да, конечно... Не уедете? Нет, не уеду. И шуб вам купит в размере 100 штук. Маню построит штук. И полы с подогревом. Нет, конечно, я не уеду, да, я хотела бы жить за городом. У вас есть три праздничных бонуса. Свидание наедине, какой-нибудь интересный случай перед новогодней, или семейная традиция новогодняя. Свидание наедине. Да, пожалуйста, господи, прямо... До видания наедине. Не выходите. А это для чего она, отравленные, нам принесла сыроженчики? А что это? Это что это? Твороженки она приготовила вчера сама. Твороженки? Да, она очень домашняя. А может, по свиданиям передай туда больше поедет? Настолько девчонки, она аккуратная, даже меняется. А мы теперь, знаете, как, мы теперь тестируем. Сначала те, кто приготовил, едят. И ты, милая, тоже отведай. Хорошо, конечно. Сырничков. Обязательно. А то носите нам сюда, мы потом толстеем, как отроджак. Слушай, ты когда, вот, слушай, ты вот когда повторяешь про это? Мне кажется, что они рафа, вот и принесут действительно. Ну, что там, хорошо. Не надо идею, будешь? Там творог, ложечка сахара чайного буквально, чуть-чуть солки, чуть-чуть, то есть вообще просто минимально. Мама, вы лучше, ладно, про творог, вы лучше скажите, как вам взять ровесник, даже младше, немножко старше вас. Дочью не жалко отдавать? Милая, на. Нам всегда жалко отдавать. Ну, все зависит, наверное, в дальнейшем. Спасибо. Но то, что он к ковным относится, так к тем, что... Да ладно, а то, что не утрое детей. Мне понравилось. Валерия, скажите честно, вы вообще замуж-то хотите? Хочу, конечно, очень хочу. Детей еще хотите? Да, конечно. А мне есть дети, знаете? Я знаю, что у вас, да, да, я знаю. И бывшая жена Овен. Это я тоже знаю. У вас есть какая-то лояльность в отношениях? Или вот я Овен сказала и отрезаю? Нет, я становлюсь... О, нет, с мужчиной рядом. Прямо как моя жена бывшая, говорит, я такая добрая. До печати в пасплате. Нет, не надо меня сравнить ни с женами, ни с кем. Я совершенно другой. Правильно, не надо. Человек, я могу становиться совершенно милой и доброй. Я специально спросил, чтобы реакция. Я знаю, но вот видите, моя реакция, я не буду спокойно сидеть. А вам какие нравятся мужчины? Мне нравятся... Как вы мне нравитесь, да. Вы мне очень нравятся, очень приятно. Блин, я-то вас тихо, подождите. Очень брутально. Нет, во-вторых, мне нравится, что вы очень одеты, со стилем, все, приятно пахнет. Я уже почувствовала. Спотел? Спотел? Нет, я уже почувствовала. А вы умеете готовить? Да, умею готовить. Я просто обожаю готовить. Для меня это не важно, умеет девушка или нет. Ну, все, вы мой мужчина, я вас забираю. Да, все, пойдем? Все, тогда зачем нам программа нужна, входит? Половен. А вы, мама-то, сами мечтаете тоже с мужчиной-то? Ну, я считаю, что все это от Бога. Найти мужа, как найти хорошую работу. То есть надо на собеседование, то есть на свидание ходить, тестировать. Я больше не пробую. Что вы сделали с ней, почему я ровно? Я не могу уже, потому что мне зайчики играть скоро. Попробуйте. Валерочка, да, мама приготовила, теща. А мама готовила? Нет, это дочка готовила, что вы? Вы определитесь, или невеста, или теща. А как хотите, как вам нравится. Пробуйте, пробуйте. Нет, я ем, Валерова, не переживайте. Это диетически. С приворотом, классно. С приворотом, конечно. А где невеста? Что вы сделали с ней в домике? Почему она не вернулась? Обомлела от счастья, сейчас отойдет и выйдет. Самоуверенный. Мне, в принципе, это неплохо. Очень интересно, от чего она обомлела. А в чем встречать вообще, Василий? Нет, нет, нет. В золоте надо. Встречать Новый год календарный нужно не в каком-то конкретном цвете, а в цвете в соответствии со своими пожеланиями. Если хочется денег, творческих успехов, умения производить впечатления на окружающих, то тогда можно в золоте. Если хочется стать поактивнее, побойче и мягкости поубавить, тогда нужно в цветах Марса. Красный, насыщенный, алый, такие боевые. Можно даже металлическими украшениями. А если хочется похудеть, пусть снова будет. Если хочется похудеть, значит, нужно усмирять Луну и Нептун. Нужно, чтобы не было белого и таких голубовато-зеленоватых тонов в антураже. А ты в чем будешь встречать? Я голая, как всегда. Вот, прекрасно. Если встречать голой, то можно сказать, что минимум планетарных влияния на тебя будет в течение года. Короче, в свадебном платье я Новый год отмечать не буду. Черт. Давайте посмотрим на сюрприз. Валерий, можно вас на секундочку? Да я уже иду. Идите ко мне. И на минуточку. Хорошенькая. Сейчас вы близите к Новому году. Я хотела бы... Я сейчас в роли Снегурочки. И хотела бы, чтобы вы вытащили желание. Так. Погромче читай с выражения. Скоро праздник Новый год. И ему все рады. А с тебя подарок мне. Танец снежной бабы. А музыку можно? Ну ты танцуй. Сейчас я ухожу. Да, давайте со мной. Танец снежной бабы. Ну как бы, типа медленно, но... Слушай, ну на самом деле ее наряд очень открытый. А он как раз говорил про то, что это если моя женщина, я бы не хотел. На сегодня же она ему еще не жена. Так что еще, возможно, это можно. Хорош, ладно. Хорош, что там у вас еще? Какие желания стали? Следующее. Год грядущей петуха. И чтоб привлечь удачу, про кукарекой громко раз так пять, выполни задачу. Я? Я. Кукареку! 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 Давайте, три, четыре. Катуралистично. Кукареку! 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 Папа, 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 папа. Он там яйцо не снесет после криков. Представь, что снежинка кружится понарошку, но кружись недолго и сядь рядом мне на ладошку. А ты поднимешь меня? Конечно. Да на ладошку что-то я тебе подниму. Чего же не подниму? Спасибо большое. Спасибо вам большое. Да, спасибо, девочки. Забирайте цветочки и свою дочку. И проходите в комнату. Ножки у вас красивые, невозможно. Глаз оторвать. Дмитрий брат и Владислава племянница. Что вы скажете? Симпатичная девушка. Довольно-таки, мне кажется, искренняя. А вы, Владислава? Я скажу, что... Ну, я сидела и ждала. Думаю, ну когда же ты будешь уже на него смотреть? Потому что вот этих взглядов я не увидела. Она же на него смотрит снизу вверх. Ну, в отцы годится. И вот это, Валерия, на вы сразу... Ну, в отцы годится. На 20 лет разница. Она, наоборот, уважительно смотрит, как и положено, как и воспитывали девочку. А сколько вам лет? 21. Ну, представьте, что вы, фактически, да, вы ровесники. Ну, я понимаю. А как вам? Я думаю, что девушка просто смутилась и смотрела она очень... Очень-очень, особенно в комнате, прям в глаза. Овин, что я могу сказать, огонь. Жених очень понравился мне, на самом деле. Я бы присмотрелась к нему очень приятной. Я считаю, Валерочка очень хороший вариант, потому что я переживала, вдруг мама согласна не будет. Но мама, в принципе, не против. А более того, он и медицинский работник, что в нашем возрасте очень хорошо. Как говорится, давление померит, и клизмочку поставит, и уколчик сделает. И он диетическое питание, собственно говоря. Я тоже не вижу никаких, если Валерию не смущает возраст Валерия, то почему бы и нет? Валерия ищет себе мужчину, который ей многое позволит. Не в финансовом плане, а в плане личной свободы. Но при этом она, к сожалению, на пути к этой личной свободе способна находить мужчин, которые будут себе много позволять, а не ей. А при этом будут относительно нее быть деспотами. Мне кажется, что это ваш тип. Островка сказала все верно, совершенно, что... Вот у моих с дочкой. В ней не сходятся. Знакомьтесь со второй невестой. Добрый вечер, Валерий. Меня зовут Дарья. Вы знаете, по жизни я оптимист и верю в чудеса. Поэтому я желаю вам, чтобы в вашей жизни чудеса обязательно случались. Здравствуйте, Дарья. Спасибо. Дарья, 28 лет. Специалист в банке. Гордится тем, что переехала из Ульяновска в Москву. Мечтает купить дом на побережье Италии. Предупреждает, что пьет много черного кофе и спит только с левой стороны кровати. Дарья не смогла прилететь к возлюбленному в другую страну на Новый год. И тем самым поставила точку в отношениях. Надеется, что за Валерием ей захочется следовать всегда. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, вы так же, как и предыдущая невеста, по такой же причине не встречались со своим молодым человеком Новый год? Нет, у меня немножко другая история. У меня были отношения на расстоянии, так сказать, роман с перелетами, который длился в течение двух лет. Он где жил? Он жил в Турции. А вы в Москве? А я в Москве, да. Замуж не звал вас? Он очень много говорил, но, к сожалению, не действовал. То есть было много слов. Сначала я верила. Видимо, вот снесло крышу. И я думала, что, наверное, может быть, это моя история. Вот русская красавица и восточный принц. Может быть, что-то получится. Он прям принц-принц был? Ну, с деньгами? Или только это? Ну, на самом деле, он, наверное, был без денег. Но так получилось, что в отеле, в котором я отдыхала, мы познакомились. Его папа был владельцем отеля. А с папой знакомым? Да, он меня познакомил с папой, с мамой. То есть у нас такие отношения очень уважительные. Они ко мне хорошо относились. Они, наверное, уже устали принимать этих красавиц. А это не был способ заманивания гостей в отель? То есть с одной познакомиться, с другой по очереди ездят. Лишь бы дитя не ездилось. Скажите, пожалуйста, Дарья, он был ревнивцем, да, вынимал печень? Да, он был безумным ревнивцем, вы знаете. А он к вам прилетал? Да, он прилетал, но не так часто, как я. Валерия такой сидит, не слушает. Он обо мне думает. Об тебе думает уже. Вот он вас ревновал, выносил мозг. И однажды вы прилетели. И он вместо здравствуй, дорогая, схватил за руку и стал вам что-то... Да, я в очередной раз прилетела в аэропорту, получила багаж и выхожу. И я жду, что меня сейчас обнимают и поцелуют. А меня хватают за руку. Отводят в сторону, говорят, иди сюда. Я не понимаю, что происходит. Я настолько была шокирована, потому что я ожидала другой реакции. Я говорю, что случилось? И на меня начинают кричать из-за того, что на меня подписался человек аналогичной национальности. В одной из соцсетей он говорит, что это за человек, почему ты... Что тебе мало, все, ты какая-то ненасытная. Скажи, что тебе надо, ты что, фанат секса или еще что-то. То есть у него столько... Я услышала свой адрес. Я в слезы, у меня истерика. Я говорю, я полетела обратно домой, я не останусь. Я не ожидала, это для меня было просто шоком. Но в итоге он меня успокоил, посадил в машину. Мы приехали в отель. Я успокоилась. Провела с ним где-то, наверное, две недели. Вернулась в Москву. И для себя все решила, что как бы... Ну, я почему-то, да, наверное, в тот момент уже надо было, правда, развернуться. Но я не решила. Нет, ну а зачем отдых-то себе портить? Две недели. Ну, я тоже об этом подумала. А потом не знаешь, знаешь, может, у него там заклинет. Перед вами сидит Валерий, который вам годится в отцы. Хочу сказать, что мне всегда нравились мужчины старше. Да, симпатичная достаточно, но, скорее всего, рост. Все-таки не каждый мужчина может принять, что девушка выше его. Ну, она спортсменка, а он тоже спортсмен, поэтому у них, в принципе, есть точки соприкосновения. Но она может снять каблуки, в конце концов. У вас есть три праздничных бонуса. Либо свидание наедине, либо какая-то новогодняя история, либо традиция новогодняя. Да, давайте новогоднюю историю какую-то. Можно это вас услышать? Новогодняя история. Да, у меня есть такая. Ну, вы все знаете, да, что многие люди загадывают желания на Новый год. Соответственно, пишут их на бумажечке, поджигают, желают всего самого лучшего себе, какие-то там заветные мечты. В том году вырвала листок из ежедневника, такого приличного формата, написала, все подготовилась. Такие самые основные желания, их было очень много, я свернула. И в момент Х, когда все сидят за столом, я поджигаю листок, он, получается, горит, и я его бросаю в фужер, соответственно. И он тухнет, лист тухнет, половина вот столько, наверное, сгорела, и вот столько бумаги. Я понимаю, что, ну, деваться некуда мне просто. Я хочу, чтобы эти желания исполнились так или никак. Я достала, съела бумагу, прям все съела, запила шампанским. И вот такая моя история. А, и сбылось все желания? Часть сбылась? Та, которая сгорела. Да, которая сгорела, сбылась. Надеюсь, что Валерий поможет мне в осуществлении второй части. Поджога бумаги? Мы тоже надеемся. Нет, что не присутствует в моей жизни. Покажите сюрприз. Хорошо, с удовольствием. Посмотрим сюрприз, что она там приготовила. Давай посмотрим. Ну что же, я снегурочка, конечно, для того, чтобы на этой сцене блистать. Я не должна быть одна, мне нужен мой личный Дед Мороз. Валерий, можно вас? Пожалуйста. Вы знаете, у меня есть большой опыт работы с снегурочкой. Я работала на корпоративах, клубах и так далее. Поэтому я предлагаю вам присоединиться и провести такой небольшой корпоративчик. Давайте наденем шапку. Так, я помогу вам. Спасибо. Ой, мне кажется, ему это не очень, кстати, на самом деле, понравится этот момент. Да. Я бы на ее месте сняла бы каблуки, вот честно. Роза, скажите, пожалуйста, вы хорошо себя ввели в этом году? Я очень хорошо. А что вы умеете делать? Танцевать умеете? А что, милая, там у тебя в этом тайне? А вы станцуете, я вам вручу. Не пожалеете, отличные подарки. Мы готовились с дедушкой. Поэтому давайте к нам. Роза сегодня отрабатывает просто за всех. Че ты стоишь? Давай, Дуля, давай, танцуй. Роза спонсовала не только на 15, мне кажется, на миллион. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все? Да. Держи, доченька, подарок. С Домом Гором с наступающими. Да, это что там? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все, девчонки, у меня... Ой, какие у меня вкусняшки. АПЛОДИСМЕНТЫ А что вы можете сказать про уходящий год? Хорошей ли вы девушкой были? Хорошо себя вели? Не хулиганили? Я вообще всегда хорошая девочка. Вот просто и в этом году я была прям особенно. Хорошая-прихорошая. Отлично. Снегурочка. Тогда можно от вас услышать стишок новогодний? Я бы с удовольствием послушала. Да, дедушка? Да, конечно. Давай, доча. В доме 8, дропе 1, у заставы Ильича жил огромный гражданин по прозванию Каланча. По фамилии Степанов и по имени Степан. Из районных Дед Морозов самый лучший Дед Мороз. Он стоит бедный и думает. Поскорее бы это все закончилось. Ларисочка, скажите, как вы себя вели в уходящем году? Очень плохо. Очень плохо? А плохим дети по-другому? И всегда буду плохо себя вести, потому что я плохая. Ну, Ларис, нужно, чтобы вы исполнили для нас с дедушкой песню. Песню? Новогоднюю. Да, дедушка старенький, так хочет песен. А я не умею. А давайте я могу начать. Давайте. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом сольная зеленая была. Зимой и летом сольная зеленая была. Зимой и летом сольная зеленая была. Ну, какой там зайчишка, там засиди в елочке. Она была, что даже плохая, подарочек я вручу все-таки. Спасибо. Снегурочка, вы очаровательные. Проходите с себя в комнату. Сразу за Новый год, да, Замбур? Да. Владислава и Дмитрий, как вам? Мне очень понравилось. Немного смущает разница в возрасте. Это кто там заговорил? О разнице в возрасте есть мужчина? О разнице в возрасте. Брат мой? Ну, она на каблуках. А, вот почему. Владислава? У нее нормальный рост, у нее где-то метр восемьдесят. Когда девушка вышла, мы переглянулись, что длинные ножки, потому что Валера это ценит в женщинах. Но она поживее, чем предыдущая девушка. Не знаю. Валерий, как вам? Мне не кажется. Я уверен, что эта девушка будет все-таки верная. С семейным каким-то традициям и прочее. В ней есть вот эти вот задатки. Я это вижу. Ну, естественно, ты же не вышла голая, как предыдущая. У тебя длинный халат. Все как положено. По темпераменту человек шебутной, общительный, контактный, коммуникабельный, но очень легкий. В ней может не быть того напора, который нужен вам. Ну, и я вижу ее в Венеру. В деве понимаю, что человек, она и достаточно критично настроенный к партнеру. Ну, вспомните, что я сказала в прогнозе для всех про знак весов. Они будут требовать дорогого, дорогого к себе отношения. А Козерог будет постоянно пытаться выступить деспотом. Именно по отношению к женщине знака весов. Ты хотела себе взрослого мужчину, который будет вот эти твои весы, постоянно, понимаешь, решать все за тебя, потому что ты пока оттелишься, и жизнь пройдет. Мне нужен, конечно, решительный мужчина, который будет решение принимать. Знакомьтесь с третьей невестой. Валерий, здравствуйте. Я не Овен, я стрелец и всегда бью прямо в цель. Очень приятно познакомиться. Юлия, 26 лет. Руководитель отдела в сфере продаж инженерного оборудования. Ведет семинары по чакрологии и пробует себя в поэзии. Гордится своей дочкой. Предупреждает, что никогда не будет растворяться в мужчине. Сексуальные фантазии Юлиного избранника никак не вписывались в концепцию ее представления об интимной близости. Надеется, что с Валерием они найдут общие точки соприкосновения. Здравствуйте, девочки. Рада вас видеть. Здравствуйте. Мы тоже очень рады вас видеть. И в преддверии Нового года хотели бы вам преподнести небольшие подарки, которые мы сделали своими руками. Но не только вам, но и нашему жениху. Прекрасно. Как завидую я тем, кто что-то умеет делать руками. Вы умеете что-нибудь там гладить, вяжу, да. Сначала? Это что? Я тоже везу крючком. Подарчик Василисе. Это прянички, которые мы пекли с пожеланиями, каждый отдельно. Спасибо большое. Тоже, да, совершенно другой типаж. Конечно, мы такие три все разные вообще. Ему будет сложный выбор, и все красивые, самые интересные. Красивые и яркие, да. А жениху мы подарим такой пряничный домик. Вы можете вытащить его, Валерий. Ну, я не знаю, правда, насколько это будет удобно. Я сделаю это. Я ему помогу. Вот, и я желаю вам заранее... Это вы сами делали? Да, мы делали это сами, с девочками. Девчонки, ну, это же очень уютно, да? Да, мальчик, да. Приятная девушка. Вроде понравилась девушка вам как-то. Она такая нежная, приятная. Не, мне нравится. Я после такой прямо ми-ми-ми не могу сейчас задавать вам вопрос. Не задавайте. Жесткий. Про сексуальные фантазии вашего бывшего, которые у вас не укладывались в голове. Да, откровенно говоря, это была очень странная сексуальная фантазия, и слава богу, что этот человек ее не реализовал с моей помощью. Вот, мы встречались с ним какое-то время, и был такой конкретно букетный период, романтика, правила десяти свиданий. Вот, он был поэт. Он был творческой личностью, о которой я всегда мечтала. Он был художник, татуировщик, брутал, мужчина-красавчик. Ну и когда дело дошло до десятого свидания, вот, он пригласил меня к себе домой, налил вина и сказал, милая, у меня к тебе только одна просьба. ты могла бы меня придушить. Буквально? Да. Вот, после этого мне срочно позвонила подруга, мне нужно было убегать оттуда, мы больше не увиделись. Слушай, ну я бы не стала такие интимные подробности выносить на всеобщее обозрение, продушить и так далее, потому что, ну, это интимная жизнь, да. Ну, вас это травмировало? Вы знаете, меня это удивило, но не настолько были сильные чувства, чтобы я после этого никак не связывала там свою жизнь с прочим. А ребенок у вас от кого, от него? Нет, ни в коем случае, у нас не дошло дело до детей. Ребенок у меня другого молодого человека, вот, который, к сожалению, а к счастью, не стал моим мужем, вот. Мы познакомились с ним в интернете, все было очень прекрасно, была такая замечательная история. Я, кстати, подходил полностью под мой идеал мужчины, вот. Но, как оказалось, фантаст, книги писать надо такому, рассказал про себя ровно противоположную историю того, чего представляет. Фантазер. Это было очень тяжело, потому что, к сожалению, человеку невозможно было доверять и до сих пор... А как вы поняли, вот, когда поймали его на первом вранье? Вы знаете, просто первое вранье было очень колоссально. Я, он говорил мне, что он живет в Петербурге, вот. Вот, у нас должно было первое свидание быть, он на него не пришел. А вот, потом оказалось, что его там не было никогда. Он не жил в моем родном городе. И в итоге я полетела к нему на югах России. На самом деле, я скажу то, что она ему, может быть, и подходит, как бы, но она для него слишком тихая. А не было звоночка первого, что если он начал врать с самого начала, что и дальше будет все это? Вы знаете... Понятно, что это его комплексы. Понятно, что он желаемое за действительное выдавал. Да. А был звоночек, но когда звоночек поразвенел, на тот момент я уже узнала, что я беременна. Мало того, вы уже прям расстались практически. Это был прощальный секс такой, да? Да. Да, от прощального секса тоже рождается чудесное и прекрасное детство. А сколько были времени с ним? Недолго это все длилось, в течение полутора лет. Уже с рождения ребенка. И уже прямо семья? Я не вышла за него замуж. Но я все-таки считаю, что мужчина, от которого я решила родить ребенка, я дала ему шанс. Я дала шанс изменить отношения. А долги какие? Ну, молодые, жили, не всегда были деньги, брали кредиты. Но брали на меня. А кредит на какую сумму? Не на большую. Ну, больше миллиона? Нет, нет, вы что? Вы что? Я же сама выплачиваю сейчас все. Если бы там было больше миллиона, я бы сейчас уже так не срела. А ребеночку сколько? Шесть месяцев. Как ты думаешь, она ему понравилась? Ты знаешь, я думаю, если брать между тремя вами, то он, скорее всего, будет выбирать между... Ей и мной? Да. У вас есть три праздничных бонуса. Свидание наедине, какой-нибудь интересный случай перед новогодней или семейная традиция новогодняя. Вы знаете, у нас уже было и свидание, и новогодняя история. Тогда, может быть... Традицию новогодняя есть? Да, конечно. Хотелось бы услышать. У нас есть новогодняя традиция. Девушка очень рассказывает, интересно. У нас была, есть, и всегда, я надеюсь, будет новогодняя семейная традиция. У меня родители в свое время развелись, когда мне было 15 лет, но при этом при всем остались в замечательных отношениях. И сейчас каждый год, каждый Новый год, 31 числа, папа приходит домой в 10 часов вечера к нам. Моя сестра приезжает из другого района Санкт-Петербурга, и мы все поздравляем друг друга с Новым годом и просим друг у друга прощения. И так продолжается из года в год, и мои родители из-за этого даже все равно не теряют нити, они в прекрасных отношениях. Вот это такая наша традиция. А вы вместе потом встречаете или разъезжаете? Нет, разъезжаем, конечно. Он к своей семье, сестра к своей, мы с мамочкой. То есть приезжаете попросить прощения? Попросить прощения и поздравить с наступающим Новым годом, да. А сюрприз? Интересно как. Приготовили? Обязательно. Какая молодец, правда. Я восхищаюсь такими людьми, которые, несмотря ни на что... Мне она тоже симпатизирует. Да, приятная девушка. Несмотря ни на что, она настроена с добра... Она, естественно, хорошо поет, но я думаю, что Валерию такой жанр не нравится. Думаешь, рок не его стиль? Я думаю, что нет, он больше по шансону. С Новым годом, крошка! С Новым годом, эй-эй-эй-эй-эй-эй! Подожди немножко, будет веселей! С Новым годом, эй-эй-эй-эй! С Новым годом, эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Сравственности, целомудрией, говоришь, а тут недолго... В старину так говорили, ненадолго старый женится. Все прекрасно про это знали. Поэтому почему бы ему не помочь девчонке, раз ненадолго? Пусть помогает. Ну что ты толкаешь ее? Ты ведешь ее сейчас как мамка. Типа выплатит... Куда мамка-то? Она же по-честному все будет. Ну что, деньги оставить и можно уйти? По-любившись! 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 Девочки! Он тебе очень понравился? Он тебя выберет, ты самая лучшая! К вам подойдет женщина ближе к вашим, к вам. А то, что вам нравятся молодые, естественно. И открыть им еще секрет. Нам тоже нравятся молодые. Василиса. Ну конечно, Ларис, можно много говорить о том, что вот она стрелец, у вас стрельцовская Венера, у нее земной Марс. Замечательно, если бы вы встретились 20 лет назад по вашему возрасту. А она была бы такой, как сейчас. И все это было прекрасно ровно до того момента, пока на сцене не появилась косуха с кокошником. Мы не заскакали. Все, и все стало очевидно всем сразу. Спокойся. Дмитрий и Владислава, слушаю вас. Я советую третью девушку. В ней есть искра, та, которая нужна Валерии. Владислава? Я считаю, что третья девушка. Роза? Ну я за Юлю. Все три девчонки молодые. Очень молодые. Дарья больше всех, ну как бы... Ну она внутренне самая взрослая из них, хотя тоже молодая. Ну, пожалуй, Дарья. Василиса. Я тоже в сложенном состоянии души, в растрепанных чувствах сейчас. Потому что, еще раз повторюсь, если бы мы открутили назад эти самые 20 лет, ну пусть хотя бы лет 15. Конечно, Юлия. И у меня не было бы сомнений. Но как мы не мечтаем об этом, эти 15 лет их не перечеркнуть. Вы никуда их не денете. И правда, вы очень разные. Вы придете в ее компанию, а она отплясывает там. То есть к человеку и к его личностному складу, который в Юлии прекрасен именно для вас лично, прилагается еще все, что вокруг этого человека. Которые родители. Двор. Кредиты. Ну, знаете, Валерия, у вас своя голова на плечах, и вы знаете, куда пойти, вы уже решили. В любом случае мы будем за вас рады, и в любом случае мы поддержим вас. Потому что вам жить. Проходите. Я знаю, что даже кто-то считает вас моей внебрачной дочкой. Да, это правда. Ну, я не понимаю. Похоже? Похоже. Нет, а ты же, Вася, с ума сошла просто. Нет? Ну, почему? Ты что, не помнишь, какая Лариса у нас молодая была? Я предлагаю всем выйти и поддержать Валерия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сильней! Открывай дверь! Ну, в общем, я считаю, что мы не будем отматывать на 20 лет назад. Это глупость какая. Мы просто... Они же не знают моего образа. Мы просто зажжем в настоящем. Привет. Здравствуйте. У нас замечательная пара Валерий и Юлия. Чтобы каждый день приносил радость, насладитесь нежным карамельным вкусом конфет Лёвушка от кондитерской фабрики «Славянка». «Славянка» родной, любимая, вкусная. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, включите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Будьте счастливы. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин